Ключевое событие четырехдневного визита представителя Русской Православной Церкви в британскую столицу патриарх московский всеяруси Кирилл осветил Успенский кафедральный собор. Храм открылся после масштабной реконструкции. С прихожанами высокий гость общался в том числе и на английском. А еще стал членом Королевского географического общества. Из Лондона передает Дмитрий Сошин. Первым в недавно отлитый колокол бьет сам патриарх Кирилл. Сейчас это кафедральный собор и духовный центр Сурожской епархии. Но прежде храм Успения Божьей Матери рядом с лондонским гайдпарком был англиканской базиликой. Освящение собора, встречу с его прихожанами, патриарх Кирилл назвал главной целью пастырского визита в Британию. Под сводами Успенского собора сотни верующих и представители всех практикующих в Британии христианских конфессий. На почетных местах духовный лидер англиканской церкви архиепископ Кентерберийский и член королевской семьи принц Майкл Кенский. Во время литургии не раз произносят многое лето английской королеве. Патриарх возносит молитву за мир на украинской земле. А в своей проповеди напоминает, никакие политические разногласия не помешают англичанину и русскому вместе помолиться Богу. У нас есть возможность немножко отстраниться от перипетий, от конфликтов сегодняшнего дня и посмотреть с расстояния на то, что происходит в том числе и в российско-британских отношениях. Потому что два народа, которые связаны очень значительными историческими, религиозными и даже монархическими связями в прошлом, это два народа, которые знают друг друга и в значительной мере уважают друг друга. В начале недели предстоятель русского православия планирует встречу с Елизаветой II и архиепископом кентерберийским Джастином Уэлби. Королева является главой англиканской церкви, архиепископ — ее духовным лидером. Я должен признать, что нам необходимо обсудить некоторые сложности в отношениях и текущие проблемы современного мира. Для меня огромная честь встретиться со святейшим патриархом. Вероятнее всего, высшие иерархи русского православия и англиканства обсудят сирийский конфликт и гонения на христиан на Ближнем Востоке. Одна из главных тем патриаршей службы была миротворческая деятельность церкви, ее способность сближать народы, когда политикам и государственным деятелям это не удается. В этой связи патриарх Кирилл вспомнил интересный исторический момент. В первой половине 18 века, когда Англия разорвала дипотношения с Россией, функции посла в Лондоне выполнял настоятель русской православной церкви. В прошлом патриарх не раз бывал в Лондоне, но в своем нынешнем качестве он здесь впервые. Для многотысячной православной паствы это долгожданный праздник. И сегодня слова он нашел все правильные. Мы на этом острове, но мы как дома. Потому что вот есть этот храм, есть русская церковь. В расположенном рядом с собором Королевском географическом обществе высокому гостю показали выставку фотографий. В них история его путешествий по стране и миру. Патриарх без переводчиков объяснил британцам, что осталось за кадром. У оленеводов есть, конечно, дома, но большую часть года они проводят со своими оленями вдали от цивилизации. Торжественное собрание пришлось отменить из-за вышедшей из строя пожарной сигнализации. Всех попросили выйти на улицу, а сертификат нового члена Королевского географического общества патриарху вручили во дворе. Духовный лидер в обиде не остался и пошутил, что не будет мучить гостей большой и скучной речью. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Лондон.